Дорогие братья и сестры! Аль-Хамду лиллях! Слава Аллаху Господу миров! Пусть будут всегда наши восхваления, молитвы и признательны Всевышнему Создателю, поистине вознося хвалу Аллаху, просим Его о помощи и прощении. Наши сердечные приветствия и безмерная благость Аллаха, посланнику Его, Мухаммаду Мустафа, салли Аллаху алейхи вассалям, который вывел человечество из оврага невежества. От имени Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона и себя лично искренне приветствую вас, уважаемые братья! Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату! Ас-саляму алейна ва алейбадилляхи салихин! Месяц Рамадан был неспослан Куран. Верное руководство для людей – ясное доказательство из верного руководства и развлечения. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Сегодня, с наступлением утра праздника разговения, Аллах отеля отправляет на землю своих ангелов, которые встают у дорог и взывают голосом, слышным всем созданием, кроме людей и джинов. Они обращаются и говорят «О община Мухаммада, алейхиссалям! Идите к шедрому Господу, который шедро одарит вас и простит ваши грехи». Садака Аль-Фитра является обязательной для каждого мусульманина, как для мужчины, так и для женщины, который владеет несабом 613 грамм серебра. Каждый должен выплатить садака Аль-Фитр, причем не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей. Хочу обратиться к молодежи. Хотел бы начать с темы взаимоотношений детей и родителей в исламе. К сожалению, сегодня в мире идет масштабная пропаганда, направленная против исконных нравственных человеческих ценностей, в частности, института семьи и ее ценностей. В средствах массовой информации, газетах, журналах, по телевидению рекламируют вещи, которые противоречат морали духовности. Рекламируется безбрачный образ жизни. Нам с вами показывают детские дома, дома престарелых, и как там в одиночку жить якобы хорошо. В исламе теме детей, родителей и вообще семьи уделяется огромное значение. Сегодня наблюдается очень большое количество проблем, связанных с молодежью. Это разводы, трудности воспитания детей, отношения с родителями и родственниками, ненадлежащие поведения в обществе и ряд других проблем, возникающих из-за поспешных решений на горячую голову, из-за юношеского максимализма. Во многих причинах всему этому в первую очередь стоит проблема того, что мы отдалены от духовных ценностей в семейной жизни. Ведь Коран, по сути, для этого и не спослан. Для того, чтобы обустраивать жизнь человека, это верное руководство, следуя которому можно избежать все ошибки во взаимоотношении всеми с окружающими людьми. Поздравляю вас с наступлением праздника Ураза Байрам и Дальфитр, знаменующего окончание священного месяца Рамадана. Российские мусульмане, опираясь на многовековые религиозные, исторические, культурные традиции, широко отмечают этот светлый праздник. Желаю вам успехов и всего самого доброго, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поздравляю всех мусульман с праздником Ураза Байрам. Всем желаю счастья, здоровья, пожить по исламским законам шариата и любить друг друга в вечности. Пусть Аллах примит все посты, наш месяц Рамадан, то, что мы провели. Поздравляю всех мусульман с этим великим праздником. Желаю всего самого наилучшего, что есть на этой прекрасной планете. Каждый мусульманин стремился быть примером и для братьев, и для представителей других нам ввести. Чтобы мир был во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин